Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова есть серия на проекте Амазин Хули Плей. Сегодня будет новое интересное видео, в котором покажу тягач из ивента на 9 мая. Что многим, я думаю, интересно, как эта машина едет, что она себя представляет. Протестируем прицепы, как она с ними ездит и так далее. То есть видосик реально будет чётенький, я считаю, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и можете ещё написать какой-то комментарий. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите мм, потом седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом. Большое спасибо всем, кто уже ввёл мой промокод, реально вы просто красавчики. Промокод, если что, можно вводить прямо на любом серваке, хоть на втором, на третьем, четвёртом, пятом. Короче, я думаю, вы поняли, поэтому если хотите заработать, то вводите мой промокод, я вам буду очень сильно благодарен. Итак, дамы и господа, получается, сейчас мы поедем, я думаю, в порт и я заспаунил, получается, эту новую фуру. И также я заспаунил прицепы, которые мы будем цеплять к этой фуре и будем тестировать. Я желаю вам всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, давайте сначала разберёмся, как вообще можно получить эту фуру. Получается, вышел вент на 9 мая и там добавили такие очень интересные призы. Мы пишем вот такую вот команду, Vector, получается. И здесь есть военный обменник. И вот здесь есть та самая фура, это Тяхач. Пока что, вроде бы, нельзя её взять. Видите, здесь не показаны цены, типа. Потому что сейчас разработчики смотрят, как быстро люди фармят, как бы, эти монеты военные. И потом уже будут на этом ориентироваться и делать цены на призы. То есть, в данный момент ничего купить нельзя вообще. На ивенте просто можно фармить, но покупать ничего нельзя. Но сегодня мы будем смотреть именно вот этот автомобиль. Это, получается, Тяхач. Итак, я уже заспаунил данный автомобиль. Вот так он, в принципе, выглядит. Ну, честно, как бы, ну, просто обычный Рено Магнум. Ну, похож на Рено Магнум. Особенно сзади. Сзади это прям копия просто Рено Магнума. Я думаю, вы со мной согласитесь. Потому что Магнум в точь-в-точь, реально. Вот жопа в точь-в-точь такая же самая, как у этой фуры. Ну, как бы, Рено есть Рено, в принципе. Поэтому это неудивительно. К сожалению, машина у нас стоковая. Потому что я её заспаунил через ютуберку. То есть, чип на неё поставить я не смогу. Но хотя бы так мы сможем, ну, немножко понять. Хотя бы, как она едет. Как она рулится там и так далее. Я заспаунил, получается, прицепы. Три прицепа. Вот эти два прицепа используются на серваке. А вот этот прицеп не используется. Я чисто его по приколу заспаунил. Короче, протестируем эту фуру сегодня по полной программе. Давайте протестируем максимальную скорость. Потому что, я думаю, это самое интересное, что есть в этой фуре. Потому что всем интересно, сколько всё-таки она едет. Давайте разгоняемся, в принципе, тапку в пол. Повторюсь, что машина полностью стоковая. И, возможно, потом её пофиксят. Потому что всё-таки, как бы, она ещё сырая, мне кажется. И, возможно, она будет ехать ещё больше. А в данный момент максималка у неё 106 км в час. С чупом, я думаю, если поставить, она будет ехать, ну, где-то 130, мне кажется. Но, пацаны, есть шанс того, что её пофиксят, она будет ехать быстрее. То есть, эта машина, в принципе, сейчас, как Вольво, знаете, это самая дешёвая. Которая стоит, там, примерно 5 миллионов. Вот именно столько она едет, мне кажется. И по разгону так же сама. Хотя, возможно, по разгону быстрее. Но, если ехать вот так вот сзади этой машины и смотреть, все, я думаю, подумают, что это Магнум. Потому что, ну, прям копия, просто копия. Вот мне, кстати, не нравится то, что у неё колёса, видите, спереди как-то немножко косо стоят. Как-то они в разные стороны смотрят. Ну, а так, машина, в принципе, симпатичная. Как бы, ну, да, не быстрая, но я повторюсь, пацаны, то, что её могут пофиксить. Поэтому, пока что, на максимальную скорость мы не обращаем внимания. Тем более, если чип поставить, возможно, будет ехать 160, 130. Короче, непонятно, поэтому делать вывод мы не будем. Сейчас давайте подцепим прицеп, посмотрим, как она будет ехать с прицепом вообще. Протестируем, так сказать. Будет ли прицеп переворачиваться, как она будет с ним ехать там и так далее. Повторюсь, то, что этот прицеп не задействован на проекте. То есть, его нельзя нигде достать, этот прицеп. Я его заспавнил через ютуберку. Чисто по приколу, чтобы посмотреть, что он, в принципе, из себя представляет. Ну, с прицепом, конечно, туговато разгоняется. Так, давайте входим в поворот, так резко просто, опа, полетел просто родной. Не, ну фура, честно, прикольная, мне нравится. Она намного симпатичнее, чем, получается, Вольва такая американская. Мне она, честно, не нравится. Раньше она мне была симпатичная, потом я пригляделся, ну и понял то, что она мне не нравится. А вот эта фура уже такая, знаете, современная, новая, свеженькая. И она мне реально нравится. Но пока что, мне кажется, это сырой какой-то вариант, потому что колеса в разные стороны смотрят. Она такая вялая, медленная там и так далее. Поэтому, мне кажется, ее в будущем в любом случае будут фиксить, и она станет только лучше от этого. Так, берем другой прицеп, получается. Это прицеп, который на Вольва там и так далее. А вот этот прицеп Кока-Кола, это чисто для магнумов. Но он как-то низковатый, видите, стоит. И колеса задние сильно прогибаются вместе с ним. Я думаю, это заметно. То, что с этим прицепом очень сильно прогибаются задние колеса. Я не знаю, какой прицеп вообще будет доступен для этой фуры. То есть, неизвестно, пацаны. Повторюсь, что вообще ничего неизвестно про эту фуру. Ее добавили недавно, два дня назад. Ну, реально, такая симпатичная, красивая такая фура. Мне реально очень нравится просто. Конечно, Рено Магнум обычно много лучше и быстрее. Но так, если с ивента ее забирать, то есть бесплатно, то реально хороший такой вариант, симпатичная фура. Давайте проедемся, в принципе, с этим прицепом. Ну, я думаю, не подходит ли эта фура, потому что, видите, он как-то немножко наклонен вперед. Вот загибаются колеса задние вместе с этим прицепом. И она с этим прицепом намного хуже разгоняется, чем разгонялась с тем прицепом, который я брал до этого. Видите, она прям очень тяжело ей просто с этим прицепом разгоняться. Прям еле-еле просто максималку набирает. Ну, это такой прицепик новый. Я не понимаю, почему прицепку Аколы не обновили. Потому что все-таки уже как бы, ну, пора, я думаю. Так, ну, с этим прицепом, в принципе, по подвеске все нормально. Сейчас, давайте разгончик попробуем. Так, разгон вроде бы неплохой, но все равно тяжело ей ехать. Реально тяжело, тем более без чипа, пацаны, сами понимаете. Ну, да, самый лучший разгон был, мне кажется, это с прицепом, где контейнер стоит в середине. Он, походу, либо легче, либо, я не знаю, что с ним такое. Но с ним она разгонялась намного быстрее. Опа, пролетаем. Так, повороты туда-сюда. Ну, шо, полетели. Попробуем, перевернется она или нет в вашей ставке. Мне кажется, то, что нет, как бы, если Вольво взять, она 100% здесь перевернется. Вот так вот попробуем, а? Перевернется, не? Мне нормально, уверенно, пацаны едет вообще без каких-либо проблем. Жалко, я на ней не могу поработать. Я бы реально покатал бы рейс на ней. Мне вообще так бодренько едет, вообще не переворачивается. То есть, ну, тачка такая устойчивая получается. То есть, реально нормальная такая машинка, в принципе. Мне реально обнравится. Мне кажется, это видео будет больше всего интересно дальнобойщикам. Просто я сам дальнобойщик, у меня есть магнум, третий чип, там, нитро аудио. У меня, собственно, скилл дальнобойщика. То есть, ну, реально, мне эта тема интересна. Я решил записать об этом видео. Ну, в принципе, мы все проверили, как бы. Скорость проверили, устойчивость проверили, прицепы проверили. То есть, все, что можно, я проверил, пацаны. Надеюсь, то, что вам понравилось это видео. Я старался вам максимально просто показать эту фуру. Что она из себя представляет, что она наможет, там, и так далее. Я надеюсь, то, что вы посмотрели это видео от начала до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте уйти в вармакод. Всем пока-пока.